Девушки отдыхают Верный друг и секретарь его Исайка творящен Я же эти комнаты и закрою Да поплотнее Девушки отдыхают Помню, Федор Иванович рассказывал, как он в первый раз пришел В оперу на Фауста Испугался маленьких кусочков фольги в глазах у артиста Он так испугался, что чуть не выбежал с криками «Пожар! Пожар!» А потом долгое время сидел в буфете и смотрелся в глаза Исполнителя А когда его перевели в оперу «Мамонтова» и дали возможность делать какие угодно костюмы Как сейчас помню Ночь Он сидит за столом На столе нетронутый стакан молока, который принесла его жена Мария Валентиновна Он с головой погружался в работу Да Побольше бы таких артистов, как мы Мы с тобой, Федор Иванович Помню, как ты искал на оперу Серова Вражья сила человека, который мог бы написать декорации И из-за того, что опера была по пьесе Островского Конечно, выбор палан Кустодиева Художник был прикован к креслу По неизвестной причине у него отнялись ноги Лечили его, возили по курортам, оперировали позвоночник, но помочь ему не могли А вот помню, Федор Иванович рассказывал Он предложил мне сесть и руками передвинул колеса своего кресла поближе к моему стулу Жалко было смотреть на обездоленность человечью, а вот ему как будто она была незаметна Лет сорока, русый, бледный Он поразил меня своей духовной бодростью Ни малейшего оттенка грусти в лице Блестяще горели его веселые глаза В них была радость жизни Я изложил ему мою просьбу С удовольствием, с удовольствием Поработаю над этой замечательной пьесой, напишу вам эскизы Только можете попозировать мне в этой замечательной шубе Да-да-да, ее так приятно написать, уж слишком она богата выглядит Ловко ли? Шуба-то хорошая, да, возможно, краденая Как это краденая? Да так, недели три назад получил ее за концерт от какого-то государственного учреждения А вы ведь знаете лозунг «Грабь награбленная» А как это получилось так? Пришли, предложили спеть концерт в Мариинском театре для какого-то, теперь уже не помню какого дома И вместо платы деньгами али мукой предложили шубу Пошел в магазин, предложили мне выбрать Какий я мерзавец, буржуй, не мог выбрать похуже, выбрал получше Интересно Ну так мы это с вами и закрепим Как хорошо получается у нас и актер, и певец, а шуба-то свистнул Портрет был написан им в 1921 году зимой, а в 1922 Шаляпин уехал из Петербурга В 1927 не стало бессмертного художника Собрались однажды несколько человек Среди них был финский коммунист Рахия и русский Куклин Вздумалось завести разговор о театре и актерах Таких как Шаляпин надо резать Потому что ни у одного человека не должно быть преимуществ над другими людьми И талант нарушает равенство Вот вы, актеришки Вот вы сделали что-нибудь для пролетариата Или ничего не сделали? А, ничего ты не понимаешь А ты вот возьми и сделай что-нибудь для пролетариата Для людей И представь Выдумай ты, а я представлю Ты же актерюшка Ты и представь Ничего ты не понимаешь Что ты вообще понимаешь В людях Встать! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Кто ты такой, что я тебя никак понять не могу? Навоз ты эдакий Я Шекспира понимаю А тебя, мерзавца, понять не могу Молись Богу, если можешь И приготовься, потому что сейчас я тебя выброшу в окно на улицу Слава Богу, в тот раз все обошлось Но я бы их в окно выкинул Так, все ключи нашел Квартиру закрыл Но спас ли я ее? Открывай тебя! Есть там кто? Уплотняемся! Ты... Уплотняемся!